Трактор проиграл первый контрольный матч на сборе в Финляндии, обнародовал билетную программу на сезон. А челябинские спортсмены стали триумфаторами чемпионата страны по тайскому боксу в Казани. Подробности в обзоре спортивных новостей Валерия Киченко. Хоккеисты трактора сыграли первый контрольный матч на сборе в финском Пайолахте, экспериментальным молодежным составом. Анвар Гатиатурин выпустил налет дебютантов, защитника Игоря Исаева, Александра Шепелева, нападающего Ивана Безрукова. В непривычной роли зрителей остались 16 основных игроков команды. Главный тренер нефтехимика Андрей Назаров, напротив, выставил на игру практически всех сильнейших. Это и решило исход встречи. Счет в ней открыл Артем Пеньковский, но затем шайбы влетали только в ворота Владислава Сухачева. 5-1 в пользу нижнекамцев. Следующий товарищеский поединок в стране Суоми черно-белые проведут 25 июля с командой Сочи. Тем временем стала известна билетная программа «Трактора» на сезон 2017-2018 годов. Традиционно для болельщиков команды доступны следующие варианты. Сезонный абонемент на посещение 28 матча регулярного чемпионата, наборный абонемент, где болельщик выберет игры самостоятельно, семейный абонемент и разовый входной билет на одну игру. К примеру, самый дешевый сезонный абонемент обойдется в 8245 рублей. Самый дорогой в 21335 рублей. Можно платить в рассрочку. Разовые проходки стоят от 300 до 950 рублей. Сохраняются льготы, бесплатное посещение матчей и скидки для студентов, школьников, пенсионеров, инвалидов и других категорий. Старт продаж планируется на фестивале «Трактор Оупен» 4 августа в 18 часов. Все подробности можно найти на официальном сайте черно-белых. Готовятся к новому сезону в молодежной хоккейной лиге игроки команды «Белые медведи». В составе много воспитанников спортивной школы, которые заменили ушедших в челмер. Двухразовые тренировки на льду и в зале проходят во дворце «Айсберг». С нагрузками и требованиями пока справляется не все. Это касается и физической подготовки, и на льду заметно сейчас очень много огрехов есть. В катании, в передачах, в технических элементах есть много недочетов. Даниил Киселев прошлый сезон провел в Америке. Сыграв в юниорской лиге и лиге Квебека, соскучился по российскому хоккею. Другой хоккей, комбинационный, больше в пас ребята играют, как бы, ну, покрасивее чуть-чуть хоккей. В Канаде же площадки уже больше такой, больше силовой борьбы где-то. 30 июля «Белые медведи» стартует в своем первом предсезонном турнире в Уфе. В середине августа предстоит участие в Чебаркульском турнире памяти Дениса Ляпина, а в конце лета – в турнире памяти в Челябинске. Женская сборная России по водному полу потерпела первое поражение на чемпионате мира в Будапеште. Бронзовый призер Олимпиады в Рио проиграл команде Австралии со счетом 5-9. Один мяч ворота соперниц забросила игрок златоустовской «Динамо-Уралочки» Львина Каримова. 20 июля российские ватерполистки встретятся в заключительном матче группового турнира с дружиной из Казахстана. Напомню, что в стартовом поединке наши соотечественницы одолели гречанок 9-7. Челябинские спортсмены привезли из столицы Татарстана два золота чемпионата России по тайскому боксу. Соревнования в Казани входили в программу третьих всероссийских пляжных игр. Поэтому их победители и призеры получили по две медали с красочной символикой. Вера Негодина стала сильнейшей в стране в четвертый раз. Ее называют «Южноуральской димовочкой», так как выступает в самом легком весе. Пока это значит, что в России мне нет равных, но все равно есть подрастающие поколения, которые следят за мной, также хотят попасть на мое место. Я это понимаю, и поэтому зал – это мой второй дом, где я намного после каждых соревнований стараюсь намного лучше и больше подготовиться. А вот Дмитрию Ковтону, уже заявившему о себе в профессиональных боях, ранее удавалось выиграть только бронзу Кубка страны по любителям. К состязаниям в Казани он подошел в наилучшей форме. В финальном бою победил соперника из Кемеровской области, взяв реванш за два поражения. Результат – золото. Задача была даже не отступать, а только вперед идти. Все. Атаковать локтями своими любимыми ударами и коленями. Все. И потом понял, что он чуть заднюю дает. Учли все вот эти моменты, особенно тактический момент. То есть увидели у спортсмена слабые места и использовали. И результат налицо. То есть мы его выиграли достойно. Еще одним медалистом, только бронзовым, стал челябинец Александр Хоменко. Вера Негодина и Дмитрий Ковтон будут готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в октябре во Франции. Чемпионы страны, боксировавшие на ринге под открытым небом возле Казанского Кремля, не прочь одержать победу в Париже и сделать фото с золотой медалью на фоне Эйфелевой башни. Валерий Китченко, Виктор Щелков, ОТВ. Продолжение следует...